Тренировки в новом плавательном бассейне Сыктывкара могут начаться уже в конце следующего года. Крупнейшее за последнее время спортивное сооружение возводится в микрорайоне «Орбита». Ожидается, что чаша шириной 25 метров и длиной 50 сможет принимать соревнования российского и международного уровня, как на длинной, так и на короткой воде. Накануне в Москве эта тема была одной из главных на встрече Вячеслава Гайзера с министром спорта России Виталием Мутко. Сегодня мы сообщаем подробности. Константин Куратов продолжит. Сверить мысли. Так выразил основную задачу встречи с федеральным министром глава республики. Прежде всего в части поддержки главных спортивных проектов региона. Губернатор доложил, за 4 года, это предыдущий губернаторский срок Гайзера, в Коме построено 4 крытых катка с искусственным льдом, 2 универсальных спорткомплекса, 1 плавательный бассейн, 15 лыжных баз и 8 универсальных спортплощадок. Кроме того, реконструировано 7 спортобъектов. Капитально отремонтировано 2. У нас существует целая программа развития спортивной инфраструктуры в республике. Несмотря ни на какие сложности с бюджетом, мы ее не правили ни на один объект. Это комплексная программа. Туда входят все направления развития этой инфраструктуры. От малобюджетно-спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, открытых на территории и городских округов, и сельских районов. Это и лыжные базы, это и ледовые дворцы, бассейны, универсальные спортивные залы. Круг очень широк. Один из крупнейших проектов – новый бассейн в Сыктывкаре с чашей 25 на 50 метров, аналогов которому в регионе еще не было. По мнению президента Республиканской Федерации плавания, который недавно проинспектировал строительство, объект должен стать центром развития спортивного плавания в Коми. Поэтому этот вопрос был ключевым и для Вячеслава Гайзера. И положительный ответ был получен. 140 миллионов рублей на его завершение федеральные власти перечислят. Уже выполнены работы на уровне фундамента, монтаж металлоконструкций, железобетонных колонн, кирпичная кладка трех этажей, подведены коммуникации. Набранный темп позволит реализовать инвестиционный проект к концу 2015 года. Ведомство поддерживает и другие среднесрочные проекты. Строительство бассейна в Воркуте, бассейн с универсальным спортзалом в Микуни, ледовый дворец в Веженском районе Сыктывкара, модернизация спортивных залов сельских школ. Для нас были важны вопросы практического плана с точки зрения развития тех направлений базовых спорта и физкультуры спорта в республике, которые необходимо развивать для того, чтобы они приводили в том числе и результатам спортовысоких достижений. И, соответственно, работа самой системы учреждений физкультуры и спорта, как она должна выглядеть, как должна строиться вот эта система поддержки, выведения на высокие результаты наших спортсменов. В первую очередь, конечно, говорили о лыжных гонках, хотя Виталий Мутко заметил, что нельзя ограничивать возможности республики только одним видом спорта, пусть даже традиционным. Республика с этим абсолютно согласна. Тяжелую атлетику, бокс, плавание губернатор также считает перспективными. Кстати, чемпионат Европы по боксу среди юниоров, возможно, пройдет в Сыктывкаре. Спортагентство Коми подало заявку в Федерацию бокса. Напомним, чемпионат страны прошел именно на площадке столицы Коми, причем на высшем уровне, о чем в федеральном ведомстве помнят. Константин Куратов, телеканал Юрган.